Доклад VCV Rack. Это такая хитрая софтина. Вообще история начинается из далеких 60-х годов, когда ребята придумали, что можно делать синтез звука с помощью электроники и в какой-то момент они дошли до того, что надо сделать много мелких блоков и соединять их между собой кабелями. Так появились модульные синтезаторы. Презентацию не подготовил, поэтому буду гуглить. Выглядит это все примерно вот так. Это такой Rack буквально. То есть это Eurorack формат, который… Я запутаюсь сейчас в определениях. Короче, суть в том, что у вас есть две рельсы с винтами. Вы можете вставлять в них модули. И дальше у вас на каждом модуле есть разъемы и вы можете соединять все это проводочками. Это все штука очень классная, дорогая. Модули стоят там от сотки баксов. И народ их, некоторые просто коллекционируют, делают просто целые стены из этих модулей. Но это все довольно слабо доступно. И в какой-то момент ребята придумали. У нас же есть компьютер. А давайте мы на компьютере сделаем то же самое. Замоделируем всякие модули и получим примерно то же самое. В общем, у нас есть программа, которая называется VCV Rack. Она похожа на, собственно, корзину с модулями. То есть у нас тоже есть рельсы с виртуальными винтами. И есть модули, которые можно таскать всячески, соединять их между собой проводами. И добавлять новые модули. Нажимаете правой кнопкой, у вас появляется целая куча модулей. И сегодня я хотел бы как раз порассказывать на примере VCV Rack, как можно собирать пайплайны синтеза звука из каких-то простых генераторов, сигналов, генераторов выгибающих, делать звук, собирать мелодию генеративную и, в общем, получать фан. Так, сейчас надо проверить, есть ли у меня звук. Так, давайте начнем с чего-нибудь простого. Значит, во-первых, у нас есть тут много лишнего, уберем. У нас есть аудиовыход, то есть это такой модуль. Вообще видно нормально? Не хочу еще заморачиваться, вот есть control plus. Какая красота. Короче, у нас есть аудиомодуль. Это такой выход, вход-выход. То есть тут есть 8 входов, то есть сигнал, который будет приходить вам на микрофон, будет попадать на эти выходы. И сигнал, который вы подаете на эти входы, он будет уходить на вашу звуковую карту на колонке. Ну, выходов 8 с расчетом на то, что будет какое-то хорошее оборудование, многоканальная звуковуха. Но по факту у меня сейчас два канала, обычный стереовыход. Поэтому я использую каналы первый и второй. Значит, дальше. У нас есть простенький микшер, у которого есть 4 входа. Есть регуляторы по каждому входу, есть регулятор общего уровня. И он подключен просто в правый и левый канал сейчас как моно. Давайте сделаем какую-нибудь простую демонстрацию того, что все это работает, заодно звук проверим. Первый модуль базовый – это VCO. Это voltage control oscillator. То есть генератор проблем и напряжением. Суть его в том, что у вас есть, собственно, модуль, который выдает какие-то простые волны. То есть он может выдавать синус, треугольник, пилу, квадрат. И у него есть какие-то настройки, во-первых, частота. Во-вторых, для квадрата можно регулировать скважность. И у всех этих каналов есть возможность внешне их модулировать. Давайте подадим какой-нибудь квадрат на вход и проверим, что у нас он доходит до выхода. Доходит. Вот, собственно, можно регулировать громкость. Можно регулировать частоту. Ура, у нас есть звук. Но это все статичная волна, ничего не происходит. Чтобы началось что-то веселое, ее нужно как-то замоделировать. Самый простой вариант – это замоделировать ее по громкости, то есть менять ее громкость. Я, конечно, могу просто двигать здесь ползунок руками, но… Покажу, что это правда работает. Но это не так интересно. Давайте возьмем второй генератор. Не такой выскочастотный, как VCO. По сути тоже VCO, но более низкочастотный. Который называется LFO, low frequency oscillator. В общем-то он выглядит очень похожим образом. Можно их даже перепутать. У него тоже есть частота. Здесь чуть больше настроек. Здесь можно подавать два канала модуляции. В остальном все примерно то же самое. Давайте выдадим с него какой-нибудь синус и подадим его на управление громкостью. Конечно же нужно поднять общий уровень. Вот. Теперь у нас есть управляющий канал и несущие. То есть мы можем менять частоту несущей. Вот. И менять частоту управляющего канала. Как-то так. Это был простой пример того, как можно автоматизировать управление громкостью звука и сделать огибающую. Собственно, пример с синусоидой показателем, но не очень применим в звуке. Обычно в звуке используют огибающие более сложные формы. Принято обычно это огибающие типа ADSR. То есть у нее есть атака, decay, spot, sustain какой-то уровень и release. Чтобы это можно было как-то понять, я предлагаю подключить такой контисциллограф. Где-то он тут был. А, вот. Скоп. И посмотреть, как это все выглядит. Давайте я на один канал отсциллографа подам управляющий сигнал. Прямоугольный. Прямоугольный сигнал будет работать как триггер. Его же я подам на вход огибающий. И с выхода огибающий я подам сигнал на второй канал остциллографа. Ага. Супер. Так, вот. У нас есть синий сигнал. Это наш триггер. То есть здесь просто включается и выключается на иксе прямоугольная волна, короче. А на розовом сигнале у нас розовый график – это то, что получается на выходе огибающий. Давайте я ее сюда вытащу, чтобы было понятнее. Короче, давайте начнем с самого простого варианта. Огибающий у нас сейчас просто повторяет, почти повторяет. Наверное, надо немножко сместить ее, чтобы было заметно. По скейле подвину и эту штуку тоже по скейле и подвину. Вот. Сейчас огибающая почти полностью повторяет форму исходного сигнала. То есть если мы подадим на нашу в качестве модуляции, то мы услышим просто включающуюся и выключающуюся ноту. Теперь если… микшер тоже наверх вытащу. Теперь если мы начнем крутить крутилки, что-то начнет происходить. Этого мы ожидаем. Значит, во-первых, у него есть параметр атака. Атака определяет, насколько сигнал быстро достигает своего максимума. А, ну, кстати, сустав я буду выкрутить. Вот так. Вот. То есть видите, если атака нулевая, то он практически мгновенно включается. Если мы атаку начинаем увеличивать, то у нас сигнал как бы плавно нарастает. Ну, это можно послушать. Вот. Можно слышать плавное нарастание сигнала. Вот. Sustain определяет уровень, до которого сигнал нарастает. Если мы его поставили на максимум, сейчас сигнал доходит до своего максимального значения. Если мы начнем его уменьшать, у нас просто начнет уменьшаться максимальное значение. И, наконец, есть параметр decay. Мой любимый – это величина спада. То есть, как видите, сигнал после фазы нарастания, он тут же начинает спадать. И вот быстроту этого спадания как раз регулирует decay. Вот. И можно делать такие вот классные, ну, перкуссионные звуки. При этом, да, sustain надо выкрутить почти в ноль, чтобы звук действительно резко ударял и прекращал звучать. Потому что иначе никакого эффекта перкуссии не будет, конечно. Вот. Ну и, собственно, последний параметр – это релиз. Релиз определяет, как сигнал себя ведет, когда у нас нота отжата, условно говоря. То есть он добавляет такое после звучания. Так, сейчас я давайте пореже сделаю, чтобы это можно было услышать. То есть если релиз есть, то у нас сигнал плавно затухает. А если его нет, то он заканчивается практически сразу же. Вот. Загибающий. Немножко разобрались. Давайте идти дальше. Это был просто обычный меандр, который мы модулировали по громкости. Можно его начать фильтровать и сделать из меандра что-то более интересное. Для этого есть модуль, который называется VCF. Voltage Control Filter. Если пропустить сигнал через VCF… Так, я уже запутался с этим масштабом. Куда у меня что уходит? А, вот. Вот он мой сигнал. Давайте я немножко сортирую все. Значит, у нас есть генератор. С генератора прямоугольник попадает на вход фильтра. И с выхода фильтра мы можем забирать сигнал на наш микшер. Если полностью открыть фильтр, то он ничего не будет изменяться. Сигнал как был прямоугольный, так и остался. Но если начать уменьшать частоту среза, то сигнал в нем становится меньше высоких частот, он становится менее жужжащим и приближается к синусоиде. Соответственно, можно, например, взять и модулировать не только громкость сигнала, но и его амплитуду. Можно сделать еще одну огибающую. И выход от огибающей подавать на фильтр. А вход тоже брать с нашего тактового генератора. Супер. Вот. Теперь можно слышать, как сигнал нарастает плавно, но не в смысле громкости, а в смысле того, что у него добавляются высокие частоты. Можно у фильтра добавить резонанс, и у него прям будет такой эффект. Можно будет прям слышать частоту фильтра, когда он перестраивается. Кайф. Ну ладно. Еще один параметр, который мы можем промоделировать, это высота генератора. Частота генератора. Вот. Ну и, соответственно, мы можем взять уже огибающую, которая у нас тут есть, и подать ее выход на FM вход, на вход, который контролирует частоту генератора. Вот. Соответственно, если мы добавим сигнал. Ага. Уберем резонанс. И начнем увеличивать влияние FM входа на частоту. То мы можем слышать, как у нас на каждом, типа на каждый импульс у нас частота, ну, начинается с очень высокой и потом падает. Вот. Это, в принципе, это на самом деле самый простой способ сделать кик. То есть взять, давайте пореже сделаем. Вот. Взять VCO. Лучше даже, наверное, взять VCO с синусоидой. Вот. И замоделировать его по частоте, чтобы в момент срабатывания триггера у вас частота резко падала вниз. И вот простейший кик готов. Можем продолжить. Классный бас. Так. С формированием звука немножко разобрались. Теперь поговорим об управляющих сигналах. Потому что до этого момента мы брали в качестве задающего клока просто LFO, который нам с равной частотой, типа, выдавал сигнал. И высота ноты у нас всегда была одной и той же. Пришло время это изменить. Я, например, хочу, чтобы у меня был генератор, ну, то есть нота, которая перебирает по аккорду ноты. Для этого есть модуль, который называется chords, собственно говоря. Фишка в том, что он принимает на вход либо крутилкой, либо входом управляющим номер ноты. Можно задать разные типы аккордов. И у него есть четыре отдельных выхода с высотой ноты и один полифонический выход. То есть если я сейчас подам его выход на наш VCO, то я получу, типа, какую-то ноту, которая задана как раз этим модулем. Так, давайте немножко увеличим громкость. А, не увеличим, потому что она управляется. Так, наверное, надо убрать FM, чтобы не было кика. Хорошо. То есть вот у нас до диез и, по идее, это до диез мажор аккорд. То есть если я подключаю на второй канал, мы получаем вторую ступень аккорда. На третью, третью ступень аккорда. И на четвертую, собственно, опять первую ступень аккорда выше. Вот. Сейчас, наверное, могло немножко сладиться впечатление, потому что, когда я убираю управление, у меня генератор уходит в какое-то дефолтное состояние, и это вообще какая-то левая нота. Поэтому давайте переключать эти ноты не руками, переставляя соединение, а использовать для этого специальную приблуду. Здесь есть такой замечательный модуль, как, собственно, мультиплексор. Он просто берет и по очереди перебирает входы и выводит их на один выход. Вот такая штука. То есть у него есть клок, и он по этому клоку, по каждому импульсу этого клока, он включает по очереди четыре входа и выход выдает, собственно, на выход. То есть давайте мы к нему подключим наш VCO. Так. И ко входам подключим все четыре ноты аккорда. Три, четыре. Класс. А клок мы можем задать вот как раз нашего замечательного LFO. Пусть себе трудится. Так. Класс. Вот. Собственно, на каждую ноту, на каждый импульс у нас включается следующий вход и к выходу подключается по очереди все четыре ступени. Соответственно, они попадают дальше на VCO и задают его частоту. Вот здесь. Вот. И, собственно говоря, дальше все это проходит через фильтр, который здесь остался, и попадает уже непосредственно на выход. Такой вот простой pipeline. Можно добавить сюда огибающую по высоте, чтобы это были не просто ноты постоянно звучащие, а загибающие. Давайте попробуем порулить фильтром. Ну и возьмем прямоугольник. Соответственно, в этом модуле можно поменять базовую ноту. А, на аккордовую ноту. И можно поменять тип аккорда. Давайте еще поговорим о обработке звука после. Например, все мы знаем, как сделать звук лучше. Надо добавить реверба. Здесь есть модуль delay. И не совсем реверб, конечно. Но я думаю, на таком сигнале он себя хорошо покажет. Так, давайте отключим выход. Все пропало. И подключим его через delay. Так, у delay есть, в принципе, понятные параметры. Есть фидбэк, который говорит, сколько он будет оставлять звучание. Есть тайминг, сколько частотой он будет повторять его. Ну и вот как-то так получилась какая-то милота. Давайте сделаем второй канал с киком. Для этого добавим еще один VCO. Да, так, это огибающая у нас от верхнего канала. Давайте ее сюда вернем. Становится скучно, поменяем ноты. Так, здесь нам потребуется две огибающих. Одна будет управлять, собственно, высотой кика. Вторая будет открывать кик на момент, собственно, удара. Поэтому эту мы подаем на FM. Это мы забираем с того же гейта и подаем ее на громкость. И подключаем сюда выход нашего кика. Так, что у нас в итоге получается? Есть генератор тактового сигнала, clock. Вот он на каждую ноту выдает сигнал. Он, с одной стороны, управляет переключателем нот, которые по очереди выбираются с каждой ноты аккорда. Соответственно, эти ноты дальше попадают на VCO, управляют его высотой. Они с VCO попадают на фильтр. И к фильтру подключена огибающая, которая тоже с того же тактового сигнала забирает сигнал и управляет фильтром. То есть открывает фильтр на каждую ноту, чтобы был такой эффект огибающий. И дальше сигнал с выхода поступает на дилей и уже с дилея на микшинг. Второй канал. У нас снова тактовый сигнал. Наш ритм впадает на две огибающих. Одна вот эта вот управляет высотой генератора. Делает, собственно, этот кик. И вторая просто, ну, условно, плавно открывается и закрывается, чтобы у нас не было эффекта звучания баса все время. То есть чтобы кик звучал только в момент удара. Потому что вообще-то это VCO, он выдает синусоиду. И она будет, если не добавить огибающую, будет звучать постоянно. То есть если мы добавим в ней гриз. Хотя, кстати, даже и не плохо. Какой сил бас. Так, давайте еще немножко накрутим патч. То есть вообще вся эта штука называется патч. То есть это набор модулей и соединение между ними. Вот я могу руками крутить крутилку с аккордом. А могу ее заставить крутиться, например, рандомным образом. Для этого мне нужен модуль генератор шума. Такой вот модуль, он выдает всякие разные шумы. В принципе, можно послушать. Вот. В принципе, шум никто не сомневался. И этот генератор шума мы сейчас будем использовать для того, чтобы периодически менять. Ну, по сути, это рандом. И можем его использовать для того, чтобы периодически менять ноты. Рут ноту для аккорда. Для этого нам нужно периодически выбирать из этого шума какое-нибудь значение. Для этого нужен sample and hold модуль. То есть sample hold модуль, он по сигналу берет вход и пробраться на выход. И когда управляющий сигнал пропадает, он оставляет выход в том состоянии, в котором он был на момент выбирания сигнала управляющего. Соответственно, на вход мы подаем шум. В качестве гейта мы забираем... Сейчас подумаем, что будем забирать. А выход мы подаем на нашу root ноту. Но тут важный момент. У шума диапазон изменения наверняка не тот, который мы хотим для изменения root ноты. Потому что, скорее всего, она будет меняться от самых низких до самых высоких. И то этот другой вариант не очень хорошо звучит. Поэтому у нас должен быть вариант как-то ограничить диапазон изменения. Для этого нужен аттенюатор, потенциометр. Здесь для этого хорошо подходит VCA. То есть это такая крутилка, которая позволяет изменить уровень сигнала. Соответственно, с выхода с sample and hold мы подаем это все на VCA. И voltage control amplifier. И с выхода, собственно, уже на управление нашими root нотами. Вот она пришла в до. Но пока мы не дергаем gate, ничего не будет меняться. Теперь нам нужно менять ноту, ну, каждые, например, 8 тактов. У нас сейчас такты идут с LFO отсюда. И нам нужно их поделить на 8. Для этого есть снова модуль, который называется clock divider. Ему на вход подаем исходный сигнал. А на выходе он выдает этот тактовый сигнал, собственно, разделенный на… Здесь каждые 2 такта будет выдавать сигнал. Здесь каждые 4, каждые 8 и так далее. То есть мы хотим каждые 8 тактов менять нашу ноту. Забираем с восьмерки сигнал. Подаем на вход sample holder. Вот сейчас очень широкий диапазон изменения. И ноты периодически попадают в какие-то очень высокие или очень низкие. Поэтому надо подобрать параметры диапазона и параметр базовой ноты, чтобы получилось хорошо. В этом заключается суть художника в данном случае. Вроде неплохо. Заодно мы эту же ноту можем подавать на наш бас. Ну, в смысле, на наш кик. Потому что когда кик, собственно, не играет кик, он остается на базовой ноте, на очень низкой. Мы его слышали уже. Вот. И это фиксированная нота. А мы можем ее тоже потюнить, чтобы она следила за базовой нотой аккорда. Для этого мы просто вход этого генератора подаем на... Подключаем к выходу вот этого вот регулятора. И теперь у нас бас следит за первой нотой аккорда. Так, давайте, может быть, еще раз пробежимся. Я тут нарулил всякого разного. И, возможно, у вас есть ощущение, что ничего не понятно. Значит, еще раз. Вот у нас был наш тактовый генератор, который выдает нам базовый ритм. Во-первых, мы его поделили на восемь. Теперь у нас каждые восемь ударов базового ритма есть тактовый сигнал. Этот сигнал управляет у нас sample hold модулем. То есть каждый раз, когда он дает импульс, sample hold модуль забирает со входа сигнал, шумовый сигнал, и выдает на выход какое-то значение. То есть из шума он выбирает какое-то рандомное напряжение, на самом деле, и подает его дальше. Дальше этот сигнал мы немного ослабляем, чтобы у нас не было сильного изменения диапазона нот. И подаем в качестве базовой ноты на модуль, который выдает аккорды, и подаем его на бас. То есть здесь у нас стоит модуль, который включается kick, и он же, собственно, выполняет роль баса. Тут есть, правда, проблема в том, что если нота слишком высокая, то kick превращается в что-то непотребное, потому что он становится очень высоким. И по-хорошему нужно еще один добавить регулятор, который будет в меньшем диапазоне регулировать бас. Давайте это и сделаем. Давайте еще один VCA добавим. Это VCA. На вход у него подадим тот же самый сигнал, сделаем его слабее, а выход заберем на управление басом. Сейчас возникла еще одна проблема. Мы не знаем, то есть у нас здесь случайный сигнал, и, соответственно, ноты, которые возникают, они тоже возникают совершенно случайные. Если вы немножко знаете теорию музыки, вы должны понимать, что есть, ну, гамма, лад, и хорошо бы выбирать ноты, которые лежат в этом ладу. Вот. Потому что если выбирать совершенно рандомные ноты, то, например, бас и аккорды могут совсем быть не соответствуют друг другу. В VCV есть из базовой комплектации очень классный модуль, который называется, не помню, как он называется, который квантизер. В чем прикол? У него на вход подает сигнал любой, то есть типа аналоговый, а выход у него может быть одним из 12 вариантов. То есть он фактически из любого сигнала сделает вам что-то точно попадающее в ноту на клавиатуре. И вы можете оставлять здесь только те ноты, которые вам нужны. Давайте я отдельно это проиллюстрирую. Сейчас мы возьмем наш вот этот вот VCV. И бас мы тоже пока уберем. То есть если мы сейчас будем подавать на VCO аналоговый сигнал, то у нас высота тона будет меняться случайным образом. Давайте проиллюстрирую это. То есть здесь есть модуль, который позволяет просто подавать сигнал. Его подаем на управляющий вход. Если мы будем крутить ручку, ничего не будет происходить. Я всех обманул. Почему? А, потому что кручу я не ту ручку. То есть сигнал меняется не по гамме, он меняется просто как-нибудь. То есть он может меняться не на полтона, а намного меньше. Получаются такие эффекты бэндов. Они бывают уместны, но вообще-то это не очень музыкально. Вот. Чтобы это стало более музыкальным, мы берем, пропускаем этот сигнал через квантизер. И теперь, когда мы крутим ручку, сейчас я включу все полтона. Так, надо, наверное, убрать дилей, а то он у нас сбивает. Во. То есть видите, из аналогового сигнала получился такой сигнал с резкими переходами. Квантованный, собственно говоря. Вот. И теперь можно оставить только определенные полутона здесь и сделать какой-то определенный лад. Можете залезть в описание лада, посмотреть, как бывает мажорная, минорная гамма. Вот. Я вот не помню, как там тон, тон, полутон. Два тона, полутон. Вот. Кажется, мажорная должна быть. Да блин, надо корс купить. То есть вот, у меня получится мажорная гамма. То есть какой бы я сигнал на вход не подавал, он всегда будет укладываться в эту гамму. Вот. И типа у вас получилась ручка, крутя которую вы всегда будете попадать в ноты гаммы. Вот. Это можно использовать для нашего патча, который у нас был до этого. Давайте его немножко вернем в роботоспособное состояние. У нас тут все мажорно очень, поэтому мажорная гамма, я думаю, подойдет хорошо. У нас тут уже есть какой-то рандомный сигнал. Совсем рандомный сигнал. И я хочу пропустить и сигнал баса, и сигнал, управляющий аккордами, каждый через свой квантизатор. Сейчас он у нас напрямую идет. Давайте его пропустим через квантизатор. То есть сейчас все базовые ноты в аккорде будут лежать в мажорной гамме. И теперь давайте лучше не так сделаем, лучше не базовые ноты брать, а чтобы все ноты аккордов принадлежали базовой гамме. Потому что если вы возьмете какой-нибудь аккорд, в общем, не все ноты в аккорде лежат в гамме. Не пытайтесь это понять, но это так. Поэтому я сейчас выход нашего переключателя пропущу через квантизатор. И вход через... Да, и вход запятаю от генератора шума. Получилось что-то еще неблагозвучное, но должно быть правильно. В общем, да, кажется все нормально. Сейчас все... Я уверен, что сейчас все ноты, которые играет вот эта машина, они попадают в мажорную гамму, в одну и ту же мажорную гамму. Поэтому я могу сейчас тот же самый квантизатор взять, задублировать его и использовать его для управления басом. Так, наш бас изначально тоже был сырой. Пропускаем его через квантизатор и подаем на управление нашим генератором. Еще один важный момент. У VCO есть крутилка частоты и есть управление частотой. И вообще говоря, эти два параметра складываются. То есть сигнал, приходящий на управляющую линию, он складывается с крутилкой. Поэтому если вы хотите, чтобы два VCO от одного и того же сигнала выдавали одну и ту же частоту, вам нужно их крутилки поставить на одну и ту же частоту. То есть можно правой кнопкой щелкнуть, просто у камеры написать там одинаковые значения 70. Соответственно, этот VCO тоже открыть и написать здесь тоже 70. Низковато, давайте побольше. Можно на октаву, на самом деле, сдвигать, чтобы они были в октаву. То есть тот был 70, этот 140. Или даже 280. Теперь у нас бас, которого мы пока не слышим, и мелодия должны быть в одной и той же тональности. Давайте это проверим. Можно еще немножко убрать вариабельность баса, чтобы он был... не уходил слишком высоко. Так, кажется, надо валить такие меньше. Так, снова пробежимся по патчу, он стал еще более жирным. В итоге у нас есть генерал под шума, sample hold, который выбирает из шума случайное значение. Дальше эти значения у нас скелятся с помощью регуляторов. И проходят через квантователи, которые делают из просто случайных значений и значения, которые лежат в гамме. Соответственно, один уходит на бас по этой линии, управляет высотой баса. Второй уходит... второй еще более сложно. Второй попадает на штуку, которая выдает аккорды, перебирает ноты по этим аккордам, и уже дальше эти ноты проходит через квантователь, чтобы все ноты попадали в одну и ту же тональность. Какая-то такая история. На этом я, пожалуй, наверное, закончу. А, можно еще навалить дилея, чтобы было совсем красиво. Теперь красиво. Вот на этой красивой ноте я закончу. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok и покачать что-нибудь. У меня же не готова презентация. Я буду гуглить. Если есть еще какие-то вопросы, обращайтесь. Да, пока я тут ковыряюсь в… Можно еще вопросик? Да, да. Вот это все конвертируется в какие-нибудь там трекеры, не знаю, или нет? Ну, ты можешь подавать ему MIDI сигнал на вход. То есть если у трекера есть возможность выдавать MIDI, то это можно загнать в VCV и синтезировать в нем звук. Но просто есть же там всякие трекеры, в которых тоже есть эмуляция. Да, конечно. Создание вот этой волны и все такое. Конечно. Такого нет, да? Ну, сейчас. Есть целая куча вариантов. То есть, наверное, для VCV-река есть модуль трекера, но, возможно, это не то, чего ты хочешь сделать. И, наверное, лучше всего взять отдельно трекер, отдельно VCV. Использовать VCV как синтезатор, а трекер как секвенсер. Соответственно, их нужно соединить между собой и, наверное, их можно соединить по MIDI. Понятно. То есть у трекера наверняка есть MIDI-выход, а у VCV есть MIDI-вход. Ну, это понятно. Вопрос был именно непосредственно, есть ли поддержка какого-то трекера. Такой прямо нативной поддержки я, честно говоря, не встречал. Ну, понятно. Хорошо. Спасибо. Мне кажется, если две программы, их надо с каким-то протоколом связывать между собой. Так, я тут нашел кучу всяких странных патчей. Давайте просто открываем. Еще один вопрос. Да. Подскажи, пожалуйста, а есть ли функционал посмотреть итоговую звуковую волну, которая получается после всех обработок? Давай еще раз. Ну, вот я видел звуковые волны, которые были изначально, а итоговая звуковая волна, которая получается… Ну да, можно взять осциллограф, подключить его. Ну, в смысле прямо в VCV. Сейчас давайте его вернем. Можно? Ага, да, есть. Берем скопи. Можно подключать вообще в любые точки. Типа, вот у нас, например, наш… Господи, где он тут? Вот он наш… наш кик. Вот кик. Типа, вот он прям… Видно, как он с большой частоты на маленькую падает. Если его… Меньший масштаб сделать. Вот так будет. Можно подключить его еще и после всей модуляции. Вот. Сейчас прямо могу финальный микс вывести. Он просто будет не очень, мне кажется, информативным, потому что когда куча волн смешивается, это на осциллографе уже выглядит как что-то шумоподобное. Хорошо. Понял, спасибо. Так, я тут подокачал кучу бачи, сейчас их расстанкую все. Буду открывать по очереди и мы будем радоваться. А пока открываешь, можно вопрос? Как это все выгоняется, экспорт, в каком формате, в каком виде? В каком виде, формате экспорт? Ну, наверное, единственный вариант – это записать лайвом то, что получается. То есть… То есть подключать на вход секвенсера, грубо говоря, и там дальше уже что-то делать? Что там есть? А, ну есть, да, ты можешь поставить модуль, который записывает. То есть ты прямо в VCV можешь добавить модуль, в который ты нажимаешь, типа, record, и он записывает в себя звук. А дальше сохраняет его как файл, естественно. Так. Спасибо. Так, кажется, VCV… VCV очень любит показывать окно, вот это окно, но сзади всех окон. И выглядит как будто он завис. Так, где этот патч накачал? Давайте смотрим. East cost patch. Could not file module. Ну да, конечно. Сейчас у нас ничего не заработает. Да, есть проблема с тем, что… Короче, история про модули. То, что я сейчас показывал вам, часть модулей – это базовые модули VCV. То есть если посмотреть, тут есть бренды. То есть вот этот VCV – это вот стандартный набор. Вообще говоря, у них на сайте есть library, VCV library. И тут просто уйма этих модулей. Дофига open source модулей, дофига свободных модулей. И вы типа заходите, вам какой-то модуль понравился. Вы логинитесь, нажимаете… А, ну вот это платный я ткнул, конечно. Сейчас давайте free выберем. Вы выбираете какой-нибудь модуль, который вам понравился. И нажимаете subscribe. Типа нажимаете кнопку subscribe. Все с задержкой работает. И потом перезагружаете VCV rack. Я не буду сейчас этого делать. Но и в library, короче, появляется типа апдейт. И вам эти модули приезжают в VCV. То есть тут через облако можно подгружать модули. Наверное, их и не через облако можно подгружать. Просто там класть в какую-то папочку. Но я не особо разбирался. Соответственно, сейчас я накачал кучу патчей. И проблема в том, что наверняка большинство из них используют какие-то сторонние модули. И, наверное, я не смогу прямо сейчас быстро показать вам всю красоту, потому что, скорее всего, я не выберу тот патч, который имеет все стандартные модули. На ютубе можно. На ютубе можно, да. Давайте ютуб посмотрим, конечно. Так, нет, я не хочу открывать свой ютуб. Пожалуйста. А у меня вот такой вопрос. Есть такая замечательная фирма, называется LZX Industries, которая делает модули тоже рековые, но они занимаются видео всякими штуками. То есть, видеосинтезаторы, которые тоже используют всякие осцилляторы. То есть, когда берешь аналоговый сигнал, так его портишь ужасно, что он становится в итоге красивым. Есть ли какие-нибудь подобные программы, ну, наверное, кроме MaxMSP для видео, которые именно работали тоже по принципу модульного синтезатора? Ну, в голову приходят всякие тач-дизайнеры. Ну, да. То есть, наверное, ближе туда. Вообще, ну, в какой-то момент мне давно интересно поговорить именно о модуле видеообработки, потому что, ну, кажется, это тоже какая-то прикольная тема. Именно аналоговые. Потому что замоделировать это именно в видеосигнале, наверное, сложно. Там большая часть реализации. То есть, наверное, надо смотреть именно в сторону программ вот видео-лайв-обработки какой-то типа, ночи, тач-дизайнера, резолюмы и так далее. Ну, нет, тач-дизайнеры, резолюм, как бы, да, это самые такие популярные. Просто мне интересно, именно бывают ли вот так же, чтобы можно было, как, то есть с интерфейсом потиповать CV-REC. Ну, понятно. Но у тач-дизайнера очень похоже. Там тоже блоки, ты можешь соединять. Ну, с тачем я работал, да. В общем, у меня нет большого опыта именно с видео, поэтому все, что в блоке. А такие железки для видео я в Питере знаю чувака, который это делает. Прикольно. Так, есть VC Modular Jam, можно послушать, наверное. Сейчас. Кстати, блин, у него почти все модули стандартные. В общем-то, вот, я думаю, 4 минуты послушаем, и как раз заклад закончится. Какой-то-то будет. Какой-то будет опыта. Какой-то. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok В чем? Ну да, как-то. Короче, видимо, я найду что-нибудь хорошее, покидаю или в свой канал, или в канал хаоса на тему именно чиптюна в VCV. На этом, пожалуй, закончится всем.